Всем привет, с вами канал Игорок, и сейчас мы рассмотрим самый бюджетный набор для электрогитары. Что для этого нужно? Приценимся, и я вам предоставлю несколько вариантов. Давайте для начала начнем с самого важного, а это именно выбор электрогитары. Какую брать и от какой ценовой категории. Обычно я всем советую оценивать по самому главному и первому критерию, это то, чтобы вам сама гитара нравилась. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы хотели на ней заниматься. Ну а вообще лучше брать стратообразные гитары, это по вот такому вот типу. Они обычно самые удобные для начала, для обучения, да и самый распространенный вариант. Список фирм, к которым можно обращаться именно за такими гитарами. Второе, на что следует обратить внимание, это какие звукосниматели там будут стоять. Я обычно всем советую, чтобы присутствовал как и сингл, так и хамбакер для универсальности. Для того, чтобы вы впоследствии могли играть любую музыку и потом уже определиться точно, какой вам звукосниматель нужен и какого звучания вы хотите добиться от гитары. Моделей гитар очень много, поэтому я предоставлю три, которые самые достаточно популярные и недорогие. Вот они. Итак, начнем отчет с гитары. Вот мы, допустим, выбрали вот такую вот гитару. Это уже у нас вот такая вот сумма. Что нужно приобрести дальше? Дальше. Первый набор. Если у вас есть компьютер, вам очень сильно повезло, вам очень дешево обойдется для того, чтобы подключить гитару к компьютеру. Можно взять всего лишь переходничок, в зависимости от того, какая у вас звуковая карта в компьютере. Будь то два входа, вот такой вот переходник нужен будет. Или если у вас один универсальный, допустим, вы обладатель ноутбука, как я, к примеру, то нужен будет вот такой вот переходник и обязательно вот такой вот шнур. Дальше все это подключается к компьютеру, настраивается и спокойно играется. О том, как это все настроить, я уже рассказывал в своих предыдущих видео. Ссылка будет в описании. Давайте подведем итоги этого набора. И сумма у нас составляет вот такая вот. Конечно, здесь есть большие минусы в плане удобства и самого звучания. Но для начала можно начать вот так вот, а потом модернизироваться. Купить себе внешний аудиоинтерфейс. Приблизительно он будет стоить вот столько-то. Это будет хорошая звуковая карта, с которой можно будет комфортно заниматься и добиться качественного звучания. Плюсы таких наборов это то, что вы сможете уже себя записывать и впоследствии, если вы начнете придумывать музыку, будете ее сочинять, сможете создавать свои демозаписи. Ну, конечно же, первый набор обладает некоторыми минусами. Первое, это то, что если вы захотите где-то выступать или играть с бандой, вам будет неудобно с собой таскать компьютер или ноутбук. Второе, это то, что возможно у вас нет компьютера, а вы хотите поиграть. И, соответственно, покупать компьютер, звуковую карту, все это будет очень дорого. Есть ли другой вариант? Другой вариант, это набор номер два. Это покупка гитарного процессора. Его можно будет подключать к колонкам, к наушникам, куда угодно. Везде он будет звучать довольно-таки достойно. На сегодняшний день все современные бюджетные модели, в принципе, более-менее хорошо звучат. Плюс ко всему, современные процессоры обладают USB-выходом, то есть их можно использовать как внешний аудиоинтерфейс. То есть, если вы переживаете о том, чтобы можно было записываться, при помощи процессора можно будет записываться. Единственное, что, конечно, это уже более дорогой вариант. Цена более-менее такого нормального бюджетного процессора приблизительно вот такая вот. Поэтому, с учетом гитары и процессора, это будет вот такая вот сумма. Плюс этого набора о том, что все равно это дешевле, чем покупать компьютер и звуковую карту. Ну и третий наш заключительный набор. Буду его называть оудскульным, потому что это игра через комбоусилитель. Комбоусилители бывают двух типов. Аналоговые и цифровые. Среди аналоговых мы будем рассматривать только транзисторные варианты, потому что ламповые довольно-таки дорогие. Транзисторный комбоусилитель даст вам возможность подключить гитару, настроить перегруз. Возможно, на нем еще будут какие-то эффекты. Все в зависимости от того, какой вы возьмете. Я бы советовал брать вот такой вот транзисторный, потому что в нем довольно-таки много разных эффектов. И он довольно-таки универсальный. Если вы рассматриваете вариант подороже, то можно взять цифровой, и тогда в нем уже будет и гитарный процессор, и аудиоинтерфейс. То есть он включает в себе два предыдущих набора. Плюсы какие? Ну, то есть вы можете подключить его к компьютеру. В нем есть уже куча эффектов и настраиваются практически точно так же, как процессор. Но минус это все равно мобильность. Третий вариант мы разделим на два подтипа. Это если вы будете покупать транзисторный, то у вас будет вот такая вот сумма, учитывая гитару, кабель и комбик. И учитывая цифровой, будет вот такая вот сумма. Давайте подведем итоги, и я скажу свое мнение по всему этому. Если ваша задача изначально записывать музыку и выступать, то, конечно, лучше брать какой-нибудь процессор. Потому что вы сможете как записывать музыку, так и выступать и репетировать. Если вы хотите чисто играть дома и, самое главное, тихо в наушниках, вам будет достаточно аудиоинтерфейса. Учитывая того, что у вас есть ноутбук или компьютер. Ну, а если ваша основная задача покайфовать, то есть просто хочется втыкнуть гитару в комбоусилитель и дать пару таких аккордов, то, конечно, самый классный вариант – это игра через комбоусилитель. Я раньше недооценивал эти маленькие комбики, думал о том, что это так, побаловаться. Пока не пришел к своему знакомому и не попробовал поиграть. Я понял, это очень классная штука. Мега комфортно и круто, когда ты вот берешь, втыкаешься в комбик, включаешь его погромче, ощущаешь эту мощь. Но, конечно, самый главный минус – это соседи. Если ты живешь в квартире, то они сойдут с ума. Ну и плюс, учитывая, с кем своих близких, с кем ты именно сейчас живешь, там, в доме или в квартире. Поэтому, как бы, тут нужно понимать, что очень часто тебе не дадут поиграть. Ну а на этом все. С вами был канал Игорок. Надеюсь, вам приоткрыл занавес электрогитары, сколько это может быть стоить. И вы определились, с каким набором вам лучше стоит играть. Ну а для тех, кто уже играет на электрогитаре, обязательно напишите в комментариях, какой именно у вас набор. Итак, ребят, не забудьте поставить лайк, подписку и обязательно колокольчик.